Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалам алейхим! Сегодня мы продолжим тему рассуждения о благословении Авраама. В послании к римлянам в 4 главе мы читаем с вами такие слова. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». 18 стих. «И Авраам с надеждой, хотя не было никакой надежды, поверил и стал отцом множества народа, по словам Писания, столь многочисленно будет твое потомство». И 24. «И наша вера будет признана за праведность вера в того, кто поднял Иисуса, Господа нашего, измерт. Давайте восстановим хронологию событий. Авраам живет в Уре-Халдейском, и по сути его отец был идолопоклонником, он даже производил идолы, это был у них такой бизнес. Каким образом Авраам имел информацию о Боге, мы не знаем точно, но вполне может быть, что речь идет о том, что Авраам мог видеть еще Ноя по некоторым подсчетам, Ноя, в свою очередь, еще Адама, и таким образом информация о Боге передалась ему. Почему я об этом говорю? Потому что, когда Бог обратился к Аврааму, Авраам откликнулся на его призыв. И произошло то, о чем мы с вами читаем в 15 главе, 6 стихом, где написано «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». То есть, откликом на призыв Авраама, откликом на обращение к Аврааму, откликом на обетование данное Аврааму стала его вера. Я уже говорил, вы можете посмотреть мой первый урок об Аврааме, что обещание, обетование, завет, который Бог заключил с Авраамом, это был безусловный завет. Что я имею в виду? Когда Бог обращается к нему, он не ставит перед Авраамом никаких условий. Он не говорит ему, если ты будешь хорошим или плохим, то будет так, а если нет, то так. То есть, нету правил обязательных для исполнения со стороны Авраама. Почему это так важно? Потому что, когда мы с вами смотрим на историю дальше, не все поступки Авраама были столь хороши, как хотелось бы. Но, несмотря ни на что, Бог продолжает быть верным своему обещанию данному, а значит, что все пункты этого обещания обязательно должны быть исполнены. И, как мы с вами знаем, один из главных пунктов, на который чаще всего обращают внимание, это то, что от семени Авраама должен родиться Мессия. И я просто не могу себе представить ситуацию, при которой приход Мессии в этот мир зависел бы от того, как поступает Авраам, или поступает кто бы то ни было. Это обещание было безусловным, а значит, исполнение его зависит только от того, что хочет Бог. Дальше. На примере Авраама мы можем увидеть три стадии, я бы назвал это так, веры человека. Почему? Смотрите, сначала, когда Бог обратился к Аврааму, Авраам проявляет элементарное послушание. Да, Бог ему говорит, встань и иди. Он встает и идет. Потом ему обещается то, что выглядит немножко фантастически. Почему? Потому что Бог обещает, что от Авраама произойдет великое потомство. Большое потомство. Как мы с вами знаем со страниц Священного Писания, на тот момент Сара уже не могла рожать. И будучи неплодной в силу возраста. Более того, мы с вами знаем, что и первые признаки исполнения этого обетования появились намного позже. Вот здесь вторая стадия человеческой веры, когда то, что выглядит весьма невозможным и фантастичным, определяет по сути нашу жизнь. То есть Авраам поверил Богу. Он доверился тому, что Бог сделает то, что пообещал и на это стал ориентировать свою жизнь. То есть если первый этап это элементарное послушание, такое мы очень часто видим, когда люди, с которыми мы общаемся, которым мы свидетельствуем, откликаются на призыв Божий, каются в своих грехах. И потом мы этих людей вдруг не видим, не в собраниях. Их движение по направлению к Богу прекращается. Я не буду сейчас вдаваться в анализ, почему это. Но это факт. Иногда как-то я слышал такую статистику, что если верить отчетам, то вся Россия уже три раза покаялась. Я не думаю, что здесь речь идет о нечистоплотности статистики. Я думаю, что здесь больше речь идет о том, что есть довольно большое число людей, которые могли и многократно каяться. Да, а некоторые вообще даже ничего и не слышали. Но главное сейчас другое, что вот эта элементарная первоначальная вера, это только первый шаг. Дальше, несмотря на то, как бы не было фантастически, как не выглядело бы фантастически то, чего мы ждем, соизмеряем свою жизнь с этим. К чему мы с вами идем? Для чего Бог нас спас? Какова цель? Мы, спасение ведь не само цель. Спасение это инструмент. Когда говорят спасение, очень часто подразумевают спасение от ада. И есть действительно такой элемент, но спасение от ада, я бы сказал, это скорее побочный эффект. То есть это то, что произойдет, но не ради этого все было совершено. Человека Бог спасает для того, чтобы привести его в Царствие Божие, в Царствие, где он сам царит и где человек, как изначально было задумано, может ему поклоняться спокойно и грех уже не мешает совершать это поклонение. Это Царствие прекрасно, но великолепно. Я думаю, что вы обратите внимание, у меня есть цикл уроков в Пророке Царствия Божьего. Там я рассуждаю, их будет много, этих уроков, для того, чтобы мы увидели вот эту картину. Здесь я сейчас об этом подробно говорить не буду. Я просто хочу сказать, что очень часто, когда ты смотришь на это Царствие, которое нам обещал Господь, он тоже выглядит весьма фантастическим. Это что-то такое запредельное, о чем Шауль пишет в своих посланиях, что иному человеку не приходило то, что Бог приготовил для нас. Но смысл нашего путешествия в вере здесь по земле заключается в том, что несмотря на то, как бы это ни выглядело запредельно, мы соизмеряем свою жизнь для жизни в Царстве Божьем. Каким образом? Законы Царствия Божьего нам известны со страниц Священного Писания. Соизмеряя свою жизнь с этими законами, то есть поступая так, как Бог заповедовал, мы по сути и проходим этот путь веры. Но если мы говорим об Аврааме, то вера, и не только в истории с Авраамом мы это видим, имеет еще один очень важный этап. Вера человеческая обязательно должна быть испытана. И эти испытания далеко не всегда просты. В истории с Авраамом мы с вами знаем, Бог говорит, возьми сына своего, возлюбленного своего и принеси его жертву. Кстати, очень интересно, что в русском языке, когда мы говорим об этом событии, мы говорим испытания Авраама. На самом деле, если мы используем еврейский язык, то в еврейском языке мы называем это Акидат Ицхак. Почему? Потому что слово Ицхак, Исак в названии. Потому что это было больше испытание для него, нежели чем для Авраама. Будучи сам родителем, я прекрасно понимаю, насколько это испытание могло стать тяжелым. Нет, даже наоборот. Я даже не могу себе представить, насколько Аврааму было тяжело услышать эти слова. Более того, я никому из родителей никогда не пожелаю ничего подобного услышать. Когда Авраам услышал эти слова, он встает рано-рано утром, идет на три дня пути. Его сын задает ему вопросы, это уже взрослый человек, наши раввины подсчитали, что ему было в районе сорока лет. Он понимает, что есть дрова для жертвы, но нет у Агнца. То есть он знает, что должно произойти. Но, как Исаак доверяет своему отцу, так Авраам доверяет Богу. Мы, люди, живущие на земле, очень часто допускаем ошибку. Ошибку, когда думаем, что то, что у нас есть, что то, что мы получили от Бога, оно принадлежит нам. Когда мы думаем, что люди, работая, занимаясь какой-то деятельностью, на что-то имеют право. Дорогие мои, весь этот мир, все мироздание принадлежит только Богу. И все, что у нас есть, наше имение, наши дети, наше здоровье, это не принадлежит нам. И когда приходит момент, и нам, пред нами стоит вопрос, что дилемма, я бы сказал, что нам нужно с чем-то расстаться, это бывает очень и очень непросто. Однажды один верующий брат, состоятельный весьма человек, спросил меня, нужно ли отдавать Богу десятину. Интересно, я не знаю, знаете ли вы, но те, кто пользуется еврейским языком, знают, что в еврейском языке десятина это дздака. А еще в еврейском языке есть слово дздакут, что значит святость. Даже не зная языка, вы наверняка обращаете внимание на то, что эти слова очень похоже звучат. И это правда. В Талмуде написано, что ты не можешь быть цадик, справедник, если ты не отдаешь дздаку десятину. Почему это так? Мы должны понимать, что когда Бог говорит нам что-то отдать, Он не требует от нас нашего чего-то. Он требует от нас своего. И Он хочет, чтобы это Его послужило в том или ином деле. Я всегда вспоминаю по этому поводу события, которые произошли с еврейским народом, когда народ израильский вышел из Египта. Вы наверняка помните, что когда Израиль выходил из Египта, Бог повелел им взять там драгоценности всякие у египтян, так что написано в Священном Писании, и обобрали они египтян. Не знаю, задавались ли вы когда-нибудь вопросом, а зачем, собственно говоря, евреям все эти сокровища. Ведь Бог знал то же самое, что сегодня мы знаем с вами, они не знали, Он знал, что еврейский народ будет бродить по пустыне 40 лет. 40 лет они будут находиться в состоянии, когда у них одежда не портится, обувь не изнашивается, тело, ноги не пухнут, еда, ман с неба прямо здесь. Бог обо всем заботится, о мясе, о воде, о еде. То есть, что делать в условиях, когда у тебя все есть с этим богатством, которое к тому же там некуда деть, только груз, который ты тащишь. Конечно, и вот это мы должны очень четко понимать, когда Бог говорил еврейскому народу взять эти сокровища, Он имел в виду цель, ради чего это нужно сделать, а именно строительство Скинии. И да, мы с вами знаем, что прежде чем Скиния была построена, народ израильский умудрился соорудить еще и золотого тельца из тех же самых материалов. Другими словами, Бог не запрещает нам использовать то, что Он нам дает. Он дает это для нас. Но вместе с тем, Он хочет, чтобы мы всегда были готовы отдать то, что есть у нас, для Его целей. И это касается не только имений, это касается наших детей, это касается нашего здоровья, это касается нас самих. Почему? Потому что наше время, наши усилия тоже бывают нужны Богу. Интересно, что однажды Иисус, будучи с учениками в храме, увидел картину, которую Он примел в пример ученикам. Он увидел женщину, которая принесла две лепты. Те, кто читает Новый Завет, хорошо знакомы с этой историей. И вот эта женщина, которая принесла эту жертву, имени которой мы даже не знаем, была приведена Иисусом в пример ученикам, как высшее проявление веры. Он говорит, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Почему я так говорю? Смотрите, в древнем мире женщина была абсолютно бесправным человеком. Если у нее не было мужа, который о ней заботился, отца, который мог ей что-то дать, или сына, то фактически она была обречена на умирание. Исключение, пожалуй, составлял только Израиль, где существовали законы, которые повелевали заботиться о таковых. Мы с вами знаем, на полях нужно было оставлять часть урожая для таких, в храме, а женщина сейчас находится в храме. Поэтому, когда эта женщина принесла две лепты, отдав все свое дневное пропитание, то есть придя в такое состояние, что кушать уже нечего вообще, она фактически доверилась тому, что законы, которые Бог дал для Израиля, будут исполняться так, как задумано самим Богом, и пропитание для нее будет. То есть, это действие было проявлением ее веры. Ее вера была испытана. И наша вера с вами, дорогие мои, должна быть испытана. Шимон Кефа, Петр, пишет в первом послании, первая голова, седьмой стих. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и к славе в явлении еще мащех». Интересно, осознаем ли мы, когда находимся сегодня в церквях, где слышим Слово Божие, где слышим, как рассуждают над теми или иными текстами Священного Писания, что там люди находятся только потому, что Бог пообещал Аврааму и оказался верен своим обещаниям. Ибо приход Мессии, мащеха в этот мир – это тоже результат обещания. Да, это все был Божий план, но Бог пришел к Аврааму, пообещал ему и исполняет этот план. Иногда есть люди, которые говорят, что Бог совершил ошибку с народом израильским, поэтому понадобился план «Б» в виде церкви. Это категорически неправильно, ибо не могло бы существовать церкви, если бы не было Израиля. И тот факт, что Израиль сегодня находится в тяжелом духовном положении, как, кстати, и было предсказано многими пророками, отнюдь не говорит о том, что Бог отвернулся от своего народа или перестал быть верным тем обещаниям, которые Он дал Аврааму. Нет. То, что происходит в Израиле, лучше всего доказывает, что Бог продолжает быть верным, и Он продолжает это делать. И сегодня существование Израиля – это доказательство верности Божьей своему слову. А значит, придет день, когда и все остальные обетования, которые были даны, исполнятся. И даже когда церковь уже будет забрана Машехом с земли, дабы пребывать с ним, Израиль продолжит существовать во исполнении обетований Божьих. И те, кто противится планам Бога по отношению к Израилю, должны помнить, что они противятся планам самого Бога. Конечно, я не хочу упустить и этот момент, что в обещании Аврааму было предусмотрено, и мы об этом читаем. И так, например, Шауль толкует эти слова, что благословение придет и к язычникам. Павел говорит, что обетование Авраамова открылось для язычников во Христе Иисусе. Но вместе с тем, и о чем Павел, например, пишет послание к римлянам в 11 главе 14 стихом написано «Не возбужу ли ревность родников моих по флоте и не спасу ли некоторых из них». О чем это говорит? О том, что несмотря ни на что, Бог всегда продолжал, продолжает и будет продолжать работать с Израилем. И придет день, о котором мы говорим, когда оборота перед язычниками уже будут закрыты. И в пришествии Машеха все оставшиеся в живых евреи обратятся к нему и будут полноценным его народом, как и это было задумано от начала. Вот такие размышления, с которыми я хотел сегодня поделиться с вами. Да благословит вас всех Господь. Бо чем еще Машех. Амин.